Любые выемки, любые в море, они естественным образом заявляются. Причем заявляются естественным образом, с ближайших участков стягивается все туда. И это естественный процесс, тут никуда не денется, потому что так уже, так сложилась геология, так сложилась морская часть подвозных этих хиловых накоплений, масса переноса. Идите туда, чтобы у вас была поддержка экологов, министерств, да, это большие инвестиции, да, там и участок французы, голландцы какие-то еще, еще, еще. Я говорю, это вы работаете. Но меня интересует то, что у нас сегодня печенье. Я живой пример, да? Я живу там уже много лет в Савиньоне, да? В Савиньоне, внизу. Вот там сделали, там пляжа не было вообще, там было ну метров 5-10, да не было. Когда я там, я помню, что, ну вообще нельзя было. Действительно, сейчас метров 100 уже есть пляж. Но что они, а вот они там яхту построили, ладно, потом идет, они сделали вот здесь такой, я помню, камни насыпали, ну вот этого большого там задел. И дальше еще одно, да, здесь они делали там на битой и так далее. Сейчас пляжа намыло, ну метров 100 где-то. Но понимаете, здесь можно так, либо принесет, либо уберет. Правильно? Но надо же, вы же специалисты, вы должны так расчеты сделать, потому что вы можете либо навредить, либо помочь. Я понимаю, я же не спорю с вашими знаниями, вы специалиста, я нет. Я просто рассуждаю, как пересечные грамотины, знаете, просто изнавидие наблюдения. Поэтому есть разные, разные формы. У нас проблема последние годы особенно, мы сделали там, тени вложили много, сделали пляж, его смыло практически. И каждый год его насыпают, он смывает, и все хуже, и хуже, и хуже. Мне кажется, что еще год-два его смоют наши эти кафешки, и все. Ну что, ну так что-то случилось. Я понимаю, что море, это как река, это огромное течение. Это бывает, это выйдешь в море, приедешь, ты не можешь плывешь, не можешь в течение плывешь в море. Я никогда не думал, что море так несет, как река. Вот если уйти метр, где уйти километр где-то от берега, там море несет как река. Я понимаю, что оно вымывает, тут забрало, туда занесло, там вынесло, туда занесло. Ну как бы, насыпают, там убывает, там пребывает, или наоборот. Поэтому здесь, безусловно, вы как специалисты знаете, как изучить, какое течение, куда принесет, при каких обстоятельствах. И вот сегодня я даже на аппаратном зале говорил нашим замам о том, что есть, я не видел, но мне говорят специалисты, например, на Кипре, у них другая форма какая-то. Они не делают волнорезы, они делают такие, как, ну, огромные камни, здесь, 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 вода между ними все равно проходит, циркулирует, не застаивается, и эти же, я не знаю, как их... Это называется блокирующие элементы. Вот эти блокируют, они блокируют волну, потому что здесь разбилось, здесь разбилось, здесь разбилось, и, как бы, вроде еще и намывает. Я опять-таки, я не знаю, я говорю то, что визуально просто на картинке я видел. На Кипре, на Кипре, в чистом виде, многие участки побережья защищены именно прерывистой берегозащитой, ну, так называемой прерывистой берегозащитой. У нас еще есть такой... И она позволяет, и она позволяет увеличить ширину пляжа значительно больше, ну, как, относительно даже, больше, чем просто буны, выходящие в море. То есть, вот такие ловушки, как мы говорили. Но эти варианты нужно считать, вот. Можно предлагать комплексное решение. Да, раз. И нужно сразу быть готовым к тому, что прерывистые волны-ломы будут дороже, чем две буны. Ну, в строительстве имеется. Ну, во-первых, неизвестно, будет ли достаточно две или четыре. Мы сейчас закончили проект по Затоке, заканчиваем сейчас сметой, идет на уровне сметой. Вот сейчас, сейчас выдадим смету, ловоз и будем выходить уже на громадские слухи. Не аналогичная ситуация. Там, когда, знаете, сразу, когда Мост переезжает, справа, там, где детский тупикулезный санаторий, там смывает, там смывает пляж, там такая же ситуация, прямо под берег. И мы там предложили сделать, ну, уже четыре буны, коротких, правда, потому что у Крыжановки у нас 250 метров буна длиной, да, выходит. А там четыре по сто метров коротких буны для того, чтобы сохранить именно эту пляжную зону, чтобы между ними сохранялась пляжная зона. Мы это предложили там, просчитали, сделали матмоделирование, получили, ну, положительный результат, развернули их немножко там, в принципе, под углом. То есть они не перпендикулярно берегу, а немножечко под углом, именно для того, чтобы максимально перехватить вдоль береговые течения, не дать им идти. Дело все в том, что тут у нас две силы влияют на берег. Ну, во-первых, это вдоль береговые течения, которые переносят наносы вдоль берега. И они как раз размывают берег и переносят их, и переносят эти наносы туда, где у нас есть яма, да, на другие участки. Это первый вопрос. А второй вопрос, когда у нас волны во время шторма смывают песок, да, то есть песок, и он попадает как раз в эту зону, в зону вдоль береговых течений. И она относит туда, куда надо. То есть у нас две системы влияния. Поэтому в зависимости от того, какая превалирует и будет, какая превалирует конкретно на побережье, мы будем это дело, естественно, изучать. И будет зависеть та форма, которая окончательно будет принята по тому, чтобы сохранить пляж. Восстановить пляж. Да, ну, речь же идет даже, может быть, даже и увеличить рекордиционную площадь. Вот, потому что у вас это самое ценное, что есть в городе, ну, я имею в виду на берегу. Вот, и люди... Понимаете, у нас вот старый пляж, да, вот там, там нормально, там территория большая. Ну, там, как пойма бывшей реки, там, феставрог, старый пляж, поэтому он естественный, да, по центру. Там мы покажем, да, там вот как-то нет проблем. А вот это мы сделали, там, новый пляж, он был дикий пляж, мы его как-то благородили, там сделали кафешки, ресторанчики, все, было пляж на парку, зону красивую сделали, все. Было как бы нормально, не скажу, да? А последние два года просто вот штормы вымывают, вымывают и вымывают. Вот такая ситуация у нас. Мы сходу, вот обратно, таки, без изучения всего мы сходу не скажем ничего, то есть варианты мы будем предлагать. И мы бы хотели еще Путина, да, да, да. Значит, мы предлагать будем несколько вариантов. Мы сделаем, пойдем это следующим образом. Сделаем изыскание, сделаем математическое моделирование процесса и на этой стадии сделаем какую-то общую схему решения вопросов. То есть один, два варианта, три, какие-то предпроектные предложения, как это можно решить. На этой стадии мы снова соберемся, соберетесь со всеми своими специалистами, которые есть или которые считают, что они в этом деле что-то понимают. Потому что советы местных людей, которые что-то наблюдают, что-то знают, ну вот он скажет, иногда это очень серьезно может даже развернуть точку зрения любого проектировщика, если он опыт. Поэтому мы сделаем здесь какую-то, вот представим эту схему решения вопросов. Вы это дело, значит, если одобрите, то мы эти варианты дальше, или варианты, или варианты будем просчитывать и уже разрабатывать проектные решения. Не сразу будем выходить на проектные решения, а вместе с вами, вместе с вашими. И учитывая ваш подход, что более интересно, что больше нравится. Ну, два равноценных проекта, грубо говоря, там один дороже, другой дешевле. Но технически... А вот эти буны, которые будут, их же можно потом использовать как какие-то там... Как променад. Променад, да, площадки для прогулки там можно сделать более широкими, ну скажем, места сделать. Ну, это обычно буна минимальная, то есть мы стараемся тратить минимальное деньги заказчика, да, то есть минимально 4,5 метра, 4 метра даже поверху, и соответствующие... Можно использовать как пляж. Да, вот в Савиньоне все используют как пляж. Нет, дороже можно использовать для коммерческих целей. Я думаю, что коммерсанты как-то... Мы ехали сейчас, обсуждали, то есть вот эти блокирующие элементы, они могут быть как отдельно стоящие в море, так и соединенные с беретом. То есть это будут так называемые, могут быть Т-образные буны. Т-образные, то есть не просто буны, выходящие в море, а Т-образные. И вот как раз вот эта Т-образная буна, она может быть и променадом, и там может быть какая-то там инфраструктура, как... Ну, что, какие-то столики с костюмом. Затока заказала одну из бун сделать с причальной стенкой. Ну, нам тоже надо. Вот. Ну, то есть, понимаете, это уже ваш, так сказать, ну, заказ, задание, оно и будет обсуждаться, и учитываться в концепции. Да, не готовы, пошли. Мы готовы ехать и смотреть. Все, давайте вниз спускаемся. Мы дошли, сгублялась. Вот это обязательно, широкая часть. Это нужно вопрос, вопрос влияния, конечно, можно. Называется пляжный кон, один к сети. А там у вас очень крутой. Там не был такой, но ее вымыл. Ну, вот сейчас, это суть. Тритория, это столов, столов перекрытым, декором контакта. Да. А дальше? А можно совместить, буду сделать, как входную. Ну, вот, часть входную. Я в эту. Ну, так это надо снимать. Это надо, это надо строить проект какой-то. Пять входной группы. Там проект есть. Уже ближние деньги. Мы тогда постараемся. Ну, первое, что я увидел, у меня вызвало дикий восторг, потому что я здесь был лет 8-10 назад. И то, что и очень положительные изменения, ну, просто это уже, это уже культурная территория, и это уже действительно пляж, который надо сохранить. Это первый вопрос. Второй вопрос. Как сохранить? Сохранить надо с минимальным вмешательством в сам пляж. То есть нам надо сохранить максимально, максимально больше протяженность и глубину самого пляжа. Вот, потому что Одесса славно, Одесса, Одесская область, да, славится именно белыми песками, песчаными пляжами. И сюда менять какие-то, ну, переводить это все как крымский галичник или что-то еще, я не считаю нужным. Поэтому все проектные решения будут касаться того, что мы будем сохранять путем разного рода гидротехнических сооружений. Или это же будут буны, или же это будут прерывистые волноломы, или комплексные, или еще другие 15-е, 18-е решения, потому что они тоже есть. Вот, то есть сохранять максимально пляжную зону. И по возможности даже, если это будут, по возможности даже расширить ее, углубить. Чтобы у нас больше места было для отдыха граждан. Тобто теперь вы будете працювать над проектом? Над проектом. Мы сразу разработаем схему по заказу, вашему заказу разработаем схему предварительно, согласуем ее с народными депутатами вашими, то есть с депутатами местного совета. А после этого, если она пройдет утверждение, то есть предварительная схема, предварительный, ну скажем так, эскизный проект, да, эскизик. Если вот это будет принято, то мы уже тогда возьмемся за изыскание, серьезные расчеты и так далее, и так далее. Работы будут проходить взаимку? Да, конечно. Работы все должны проходить в тот период, но не все работы можно проводить зимой. Дело в том, что во время шторма больше двух баллов проводить какие-то работы на море просто запрещено. Поэтому до двух баллов, по возможности, учитывая то, что у нас очень много таких возможностей, скажем, Крыжановскую балку мы строили в ноябре, то есть Крыжановскую буну мы строили в ноябре, и в ноябре она была построена 2012 года. И, в общем-то, достаточно успешно функционирует до сих пор. Так что, как вариант, может быть и такой. С подобными пляжами вы работали? И что застосовывали там? Який вариант? Самый главный вопрос, то есть самый простой уже, законченный проектом, законченный строительством, сданный в объект, это Крыжановка. Это там, где пляж, вот Крыжановский пляж перед обрывом. Там и берегозащита, и одновременно. Ну, когда мы пришли туда, там была такая ситуация, как у вас вот там вот на ползневом береге, где вода бьется уже сам, где пляжа вообще нет. Мы, когда пришли туда, такая была аналогичная ситуация, было полметра глубины воды возле берега. Сейчас можете поехать посмотреть, что творится в Крыжановке. Это реализованный пляж, без грамма бетона, без никаких искусственных, там камень, песок, галика, щебень, все. Но на пляже песок, образовался уже пляж, пляж уже есть, которого пляжа не было там больше 10 лет. Вот есть пляж, который можно уже увидеть, можно уже на нем загорать и его использовать. Там больше двух метров средняя ширина пляжа. Я думаю, что она метров до пяти еще увеличится. То есть это в результате этого самого. Аналогичный проект мы сейчас делаем по Затоке, аналогичный проект делается еще в некоторых местах. То есть аналогичные проекты есть, они действуют. И мы за проект Крыжановки получили международное признание. У нас есть международный сертификат о том, что они признали это сам экологичным проектом на Черноморском побережье. Это за 18-й год. Что такое буна, знаете? Нет? Нет. Значит, это такая длинная такая насыпь. Вот длинная, длинная. Какая длина, это будут расчеты. Какие параметры, это будут расчеты. Это длинная, ну, либо это бетонная. Ну, мы предпочитаем каменную, потому что идет фильтрация. Когда вода фильтруется и не задерживается, нету застойных явлений. Каменная, набросная, будем говорить так, буна определенной длины. С двух сторон, которая оградит пляж. Вот с двух сторон, да, которая не даст песку вымываться. Дело все в том, что когда идет размыв пляжа во время шторма, то есть пляж выносится штормом и относится назад в море. Там он попадает во вдоль береговое течение, которое его переносит. У нас есть два вдоль береговых течения вокруг Одессы. Одно идет со стороны Днепра, другое со стороны Днестра и Дуная. Они встречаются где-то в районе Лузановки. И вот там идет основное перемешивание и отложение наносов. Поэтому там Лузановский пляж достаточно большой и широкий, там пересып образовалось. Все знают, да. А здесь, когда у вас расчистили канал, который в Южненский порт идет, да, хороший порт, все классно. Канал расчистили хорошо, но когда углубили, эта емкость должна быть чем-то заполнена. Вот она сейчас заполняется вашим песком. И отсюда никуда не денется. Это одна из причин, почему песок не возвращается. Если он будет ограничен, то он просто вдоль береговыми течениями не будет вымываться за пределы, а будет в этом вот и болтаться. Размоется, потом следующим штормом намоется. То есть процесс будет переменный и одновременно будет перемываться, разрушаться галька. Ну то есть процесс такой. Какие будут буны, будут ли другие элементы? Ну предварительно это две буны. Но по расчетам, скажем, там в затоке это было уже четыре буны. То есть я не знаю, какие здесь ветры. Нам же задача сохранить пляж. Вот и все. Это Южгипроводхоз, господарство. Это, скажем так, структура, которая занимается постойно вопросами берега укрепления. И сегодня я знаю, что они в нашем, ну, працюют по Чорному морю. И в Крижану, как я вам говорила, фаховцы, где они работали. Но сегодня можно посмотреть, что они сделали и как они спасли пляж. Поэтому сейчас мы в этом направлении работаем, будем заключать с ними договор, они поделились. Они изучают вопрос, что можно сделать с этой ситуацией, которая склалася на сегодняшний день с нашим пляжом. Это, скажем, новым пляжом. То есть первый пляж, старый пляж, так называемый, мы его трогать не будем. Но с тем, что сегодня есть, в новом пляже мы будем працювать. Это яка територия приблизительно? Ну, это новый пляж, который мы 5 лет назад построили, скажем так. И вот этот пляж, где сегодня сьогодний пляж смело пісок, где смывается постоянно пісок в море. И сейчас будем изучать причину, первую причину нужно найти, чем это вызвано. А потом второй этап, что нужно сделать для того, чтобы сберегать пляж. И даже не то, чтобы сберегать, а ставится вопрос, чтобы на милоше пляж, чтобы сближать пляж. Я думаю, что разом с этим институтом нам удастся решить это вопрос. В какой термин вы прагнете решить это вопрос? Мы сейчас будем работать с проектом, с проектом, с изучением дноуглубления. Будем изучать структуру дна. Ну, есть там, ученые знают, как над этим работать. И я думаю, что мы в этом году приведемо, скажем, до ума нашу всю документацию, проектную работу. И следующий год начнемся строить. Буны, что будет что-то другое, что будут какие-то причины с бунами. Это нам, эти ученые, люди, которые в этом понимают, и нам подскажут, что мы должны делать, что нам нужно делать. Но, насколько я знаю, что эта структура работает с инвесторами и европейскими грандами. И есть возможность, даже если они мне подсказали, что мы можем работать в софинансировании, что они могут найти на цей цели часть европейских денег. Это было бы чудово, чтобы мы не свои деньги витрачали, а разом с европейскими, потому что это берег укрепления Чорного моря. И, вважаю, что нужно идти с этим шляхом, шукать деньги, потому что, поверьте, это не малые деньги для берега укрепления и для того, чтобы сохранить этот пляж. Это очень дорогое задоволение. Вам озвучивали уже какие-то цифры? Нет, никто нам не может сказать про цифры, потому что, пока не вивчится вопрос, яка будет методология, как они будут решать это вопрос. Нет, никто ничего сказать не может. Ну, сейчас будут первые работания, мы сейчас заключим с ними договор, заплатим очень символичную цину, сумму для того, чтобы они приступили до выполнения этих вопросов. А дальше будет степ-бай-степ, крок за кроком, мы будем уже бачить, и будем бачить, что мы сможем за рахунок бюджета витрачать, или будем, скажем, запрошивать, чтобы этим питанием заниматься и бизнес, и европейские гранты. То есть, если не вдастся залучить какие-то додатковые деньги, то, в принципе, в бюджетах города... Мы будем поступово, поступово, может, не за один рік, будем поступово будувати ці буни, береги укрепления за рахунок бюджетных денег. Потому что нам виходу іншого нема, мы должны это сделать, иначе мы втратимем этот пляж, втратимем эти мафы, рестораны, которые есть на березе, потому что оно змеет все. Вы видите, что с каждым годом все сложнее и сложнее решить эти вопросы. И сейчас они нам должны сказать, чем это вызвано, почему два года более-менее нормально, а последние два года с каждым годом все больше и больше вымывается письмо. Редактор субтитров А.Семкин